кашки ребятушки меня зовут сергей это канал хибара и мы продолжаем играть в игрушку под названием man of war 2 или в тылу врага 3 соответственно компания за где она тут компания за сша вторая миссия фалэский мешок в прошлой серии в прошлой серии мы наконец-то начали снова проходить игру потихонечку и я еще я еще чутка болею точнее я не болею рассказываю что ну я это принципе каждой серии говорю но просто заранее предупреждаю что буду покашливать у меня началась вторая фаза это да вот был сухой кашель а теперь вот не сухой кашель соответственно надо это пережить и перетерпеть вот там и всякие там типа ну что-то такое а cc или что-то вот такое чтобы вот макроту короче соответственно на старая миссия бой возле у вас он у вас он 140 блять 140 хотел сказать 144 год 1944 год нормандия кстати ребятушки присаживать конечно же поудобнее заварим чай кофе печенюшки все как мы любим приятного просмотра не забывайте ставить лайк и дизлайк этому видео потому что вам сложно мне это очень приятно ребятушки подписывайся на канал рассказывайте друзьям комментируйте обязательно все прочитаю всем отвечу ссылка в описании на поддержку канала если желание проходи буду рад любой монетки и соответственно колокольчики не забывай нажимать потому что пропустишь все самое интересное что это значит все почему не почему надо нажимать потому что пропустите все все пропустите соответственно уровень мы играем пока на легком пока меня желание играть на среднем вообще пока что меня не хотелось бы соответственно нормандия близ деревни куассон куассон да куассон командование 805 танкового батальона 7 7 корпуса сша потеряла связь с артиллеристами из роты эйдж по прогнозам логистов рота эйдж сейчас должна была уже дойти до деревни куассон командир 68 механизированные роты лейтенант карл янг получил приказ привести спасательную операцию так значит у нас посмотреть состав он а у нас значит есть у пана вот это кстати коллекционный юнит за что мне его дали почему не удали я как-то его заработал что просто он золотой типа мощный это это м4а 2 между прочим между прочим а это у него кого это вооружение у него пушка получше и по идее башня тоже должна быть по сильнее а это уже классические такие прям самые самые классические шерманы ну и пехота и прочее все понятно соответственно нажимаем играть можно было прочитать состав описание еще батальона и я там не прочитал ну ладно вот такие дела ребятушки такие дела светит ярко солнце очень ярко-ярко в этой комнате нету штор blackout поэтому вот где-то вот в этой части вот прям хотя солнце на самом деле вообще находится вот ну типа солнце там а очень ярко здесь но потому что ярко вообще сейчас прям везде вот очень солнечная погода а камеру сдвинуть чуть туда чтобы закрыть вот эту светящуюся вот эту часть и представляется возможно придется тогда и экран чуть-чуть двигать и мне чуть-чуть сдвигаться и это уже не то это уже не то а я брифинг за 40 рублей а это мы читали или нет это мы чего-то не читали нет мы это читали хватит греть задницы у костра собирайтесь выступаем через 10 минут хироси котел мы должны добраться до деревни куассоны вытащить наших ребят из лап фрицев спасательная миссия еще не нюхал запаха боши я уже раскомандовался соблюдайте субординацию вот закрой свой сержант из саперной роты здесь не для того чтобы менять зеленому лейтенанту пеленки как младенцу ты блять откуда меня знаешь об не прислал нам кого-то нормального и откуда меня знаешь а слышь ты сержант сержант я здесь а это значит что вы будете слушать мои приказы парни собирайтесь мы выступаем так завалена дорога там еще м3 стюарт был по моему короче ты чё вот чё ты сначала познакомься со мной посмотри как я там в бою в другом там моменте каком-то ты я просто такой типа пришел я лейтенант ты сержант мне все равно что ты прошел от там медные трубы но я пока что лейтенант и пока что твой командир и ты меня не знаешь откуда ты знаешь чё я прошел вот то что я там пришел не тот кого-то там ждал своих дружков или каких-то там одноглазых ветеранов которые прошли еще первую мировую ну как бы извините кого прислали командованию свыше кого прислала слушать того кого прислали а если я буду себя херово вести тогда и будешь там командовать ты и скажешь пошел нахер лейтенант а пока что хренеть тут ты чё тут вообще что что хреновина деревьев возьмите своих парней проверьте что там если мин нет будем таранить а вы сидите пока здесь и не мешайтесь под ногами давай не собирались эти для этого и приказ отдал что ты пошел как ты какой смазливый а ты слышь ты ты еще такой так значит так ну пехоты дали прилично пока что ну станков то слезли соответственно это целый отряд у меня да да так сам сто процентов засада будет я прям вот говорю вот прям прям зуб даю вот здесь день будь засада вот здесь вот иллюзий скорее всего вот здесь поэтому мы пойдем в обход что там сна блин вот здесь вот хреново что у по а это сапер лан саперу пока отставим так сапер ветеран командир отделения и командир отделения они армии так что все так командир отделения ну тоже его пока уберем потому что еще погибницы мне потом миссию засчитает как проваленную а вот помощник пулеметчик а вот остальные пожалуйста да конечно вот отстойно когда ты себя чувствуешь то хорошо да а тебе вот ну хочется и там видос записать пойти поиграть я тут заберусь то вообще дурой должен или не должен вроде должен забраться я у даже дышу и чувствую как там вот вот это вот как сказать скребет короче вот мокрота 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 это хреновое чувство на самом деле когда ты ничего не ну ты можешь как бы что-то сделать но особо ничего вот надо просто пережить перетерпеть это а как бы свою деятельность останавливать ты можешь так и день 2 3 4 так что вот если что ребятки не не ругайте меня сильно что я в таком состоянии а то можно можете сказать что да вот отдохнул бы долечился бы чё там это чё там то что там этот что там то соответственно когда ты кашляшь у тебя и это у тебя и глаза могут начать слезиться ты прямо ну ты же перенапрягаешься соответственно а подожди мне проверить чё там они сказали правильно или мне проверить на на мин как как задача называется ну-ка не то это не то да иди это не то карта настройка карты подсказка подсветка подожди игровое меню как задача смотреть я же по а у меня вверху слева задачи елки за вашей вебки то не видно соответственно проверить завал на наличие мин а то есть значит мне все-таки мины надо проверить вот это мне вот это вопрос стал да встаньте дурачки что вы делили встаньте что ж вы легли были не совсем не уду не очень удобный интерфейс на самом деле ну так вам не видно я вот так сделал так вам будет видно так миноискатель но пошли так ты значит с ним искателем и вот ты с ним искать так а вы ребятки тут на подстраховке если чё прям давайте жару сразу сразу херачьте отлично ребят это все будет минимум несколько часов да чё ты гонишь чёрт возьми это был самый короткий путь если мы дальше будем сопли жевать здесь то наших ребят в деревне краут и нашим колбаски вы право сержант значит не будем терять время и пойдем через бакажи пехота впереди а танки сразу за ней пехота впереди а чё это а в чем проблема вы типа вот так объехать не можете вы на танках ребят ведь ну кому ну тогда вам надо сделать вот здесь вот горы кто карту делал вот здесь надо горы сделать но в чем тогда проблема танку поехать на левую так поехать 5 и попых пайд пай потом развернутся вот здесь вот и все здесь пару деревьев проселочные дорог здесь танки спокойно пройдут есть не болото и вот здесь вот так вот шпок и все и едешь дальше вот так по дороге. Ну, странные, в общем, дела. Ну, пойдемте. А танки сразу за нами. Окей. А ими управлять я не могу, скорее всего, да? Мне лучше танки дайте, я разберусь. Вы сейчас с танками... Как вы меня поддерживать будете? По крайней мере, не дают эшелон никакие. Значит, пока что все достаточно должно быть спокойно. А, у них еще здесь вон аж даже эти. Ежи противотанковые. На самом деле, реально странно сделано. То есть, они по такой логике должны были бы здесь горы, возвышенность продолжить, либо болот. Что случилось? А что случилось? Никто что... Ты что делаешь-то? Вы же сейчас потеряете нахер. Так, кто первый едет? Первый сержант едет. А, нет, там был командир отделения. Нет тут никого, лейтенант. Какие замечательные у французов кусты. Идиоты на шерманах так и норовят сюда заползать. Расчет! Открыть огонь! Тупой, блядь, сержант! Что к тебе? С этого момента всем слушать мои приказы, черт возьми. Блин, туп... Закидайте фрицев дымовыми гранатами и заткните их пушки! Ну так остановись, херливы, едете-то! Тупой, сержант! Ты сказал, слушай, приказы, хер ли ты там... Блин, геройствуешь! Идиоты просто, кусок. Взяли, шерман потеряли. Просто кусок шермана потеряли. Надо быть просто куда-то без разведки. У тебя что в танке? Обзор на 360 там с увеличением в 500 крат. Радио там эти волны, которые сразу противника там тепловизоры что ли у тебя там есть. Гоу хер ты есть! Кусты повсюду, враг может. Ну угодно, партизаны в любом кусте может ты их не увидишь, ни хера из своего танка. А че они там сказали про французов что-то? Французские что-то там, танки или... Дымовыми? Че сделать? Уничтешься засаду. Но это мы сделаем. Да ему сейчас... Мы сейчас вот здесь вот прям... Да не надо ехать! Куда вы поехали-то? Так, это вообще-то минеры. Мне надо... Вы можете на месте стоять, пока я пушку не уничтожу. Что вы делаете-то? Да... Ну хотя ладно. Нет, не ладно! Так, отлично, пушка уничтожена. Я еще че... Оооо, ни хера у меня потери! Жесть! Меня смущали, блядь, эти вот тупорылые танки, которые я просто ползу одним... Да сиди ты на месте! Я как уничтожу, дам тебе приказ, что чисто! Хер ли вы, блядь, за мной едете-то! Естественно, я, блин, начал паниковать. Вот куда они поехали? Вы для чего? Вы че, видите, что пехота спереди? Вам сказали, пехота впереди! Вы где, блядь? Вы в своих танках вообще ничего не видите, что ли? Ту виктори, блин! Так, здесь что-то тоже, сто процентов. Я не буду перезагружаться, нахер это вообще надо. Немецкий броневик брет прямо на нас! Ну так танкер есть, что-то сышь-то. А что, ставить панику? Здесь для этого есть танки. Позаботьтесь о пушках и пехоте с гранатометами, а мы разнесем... А, еще и пехота с гранатометами есть? Так, ну это... Это уже посерьезнее. Где гранаты? У тебя что, гранат нету? Есть граната. Да, что-то тогда мне говорили, что этих нету. Пойду одним, короче. А то сейчас меня так тоже завалит всю эту... Что это такое? Кусты какие-то высвечиваются. Зачем? Так, здесь у нас... Как мне в... О, да они сами стрелять начали. Хорош. Уходим. Так, броневик уничтожен. Так, этого я тоже... Так, тихо, спокойно. Так, еще минус. Отлично! Вот это молодцы танки. Вот это вот правильно. Так, как вот мне включать? Я включаю... Ну, кто стреляет-то в меня? Поддержи огнем, блядь. В меня стреляют, значит, ты сразу должен выдавать позицию. Все, тебя видно. Стреляйте, пацаны, в ответ. Нет, все лежат, блядь, смотрят. Что за тупость? Где у меня кнопка-то? Почему она не включается? Вот четвертую жму, третью, пятую, десятую. G. Фугасная. Осколочная. Противопехотная. Охренеть, G. Ну, в шутерах понятно G. Обычно во всех там типа... Ну, может, это потому что я в Гохе привык. Там в Гохе просто четвертую кнопку нажимаешь на мышке, если у кого есть. У меня есть просто. Вот. И все, и ты сразу выбираешь гранату. Так, здесь пушка, а у меня... Или здесь нет? Нет, здесь была пушка. У меня сквозь сетку-то пройдет граната. Да, смотри. Прошла. Знать... Так. Значит, прошла. Что мне сделать еще? Прорваться к деревне. Здесь еще где-то 100% есть какая-нибудь пехота, которая в засаде сидит. Давай, давай, вали его. Уходим. Все? По идее, по идее, я броневик-то починить могу. Да, смотри, броневик-то я починить могу. Если что, забрать себе. Ну, где еще-то кто? Все, я зачистил. Чешу не едете, дружище. Ладно, пусть стоят. Да здесь где-нибудь 100% еще сидит. Давай, 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 ребята, куда вы идете? Стреляйте. О-о-о. Тихо, тихо, тихо. Вон там еще. Ребята, нужна поддержка. Давай, давай, ребят, стреляем, стреляем. Так, броневик чиним. Тихо, кто там еще? Кто рыпается? А что там впереди у нас? Впереди грузовик. Там еще тоже, значит. Но это типа как раз грузовик. Тихо, тихо, спокойно. Спокойно. У меня там один полураненый такой уже. Давайте починим. Сейчас починим, засядем и все. Можно еще пушку захватить, конечно. Кстати говоря. Кстати, а почему бы и нет? Вдруг танки поедут. Просто у меня там саперы, и плюс у меня там командир отделения. А мне не хотелось бы. Че, уже починил так быстро? Так, если ты починил, то садись. Садись за руль. Так, че там за сообщение? Ага. Ну вот и все. Теперь мне вообще ничего не страшно. Даже броневик никакой. Даже пушками буду занимать. Единственное, что могут, конечно, быть более серьезные силы противника. Хотя меня так же могут и гранатометом-то подорвать, если что. Хотя... Тихо, блядь! Ну как с одного выстрела-то? Вы че, серьезно, что ли? Вы... Я даже видел, просто пролетел снаряд, и все. Просто один раз выстрел. Ну, я не знаю, там снайпер, не знаю, какая разница. Ну, с одного выстрела просто взяла, меня завалил. Нахера мне тогда все это надо? Ой, я не могу просто. То есть, это легкий уровень и для врага? Типа, я для врага тоже легкий уровень предоставляю? То есть, они меня, блядь, с одного выстрела просто с полной хпшкой выносят? Ну, кто здесь? Здесь безопасно! Можете двигать с места своей железки! Давай, давай! Отличная работа, парни! Хренеть! Вперед, двигаемся дальше! Мы и так здесь прилично задержались! Нет, ну, реально, кто... Подождите, здесь же 100% должны показать... Тела. Стрелок, так, еще вот кто-то там был. Вот, а меня завалили вот откуда-то вот оттуда, что ли? Да, смотри. Ну, это просто пулеметчик! Неужели он с одного выстрела просто попал и сразу все? Ну, это... Это читерство. Ну, я считаю. На легком уровне это читерство. Я понимаю, если бы я играл на ветеранском там каком-то. Типа, все там. Реально, пару выстрелов, все, хпшка. Ну, нельзя с одной хпшки в такой игре валить. Я почему-то не валю с одного выстрела, а меня с одного выстрела попали. Там не важно, в голову или не в голову. Так, где там эти танки? Куда вы там поехали, короче? Вот, а на самом деле вот этот... Он очень легко разобрался, на самом деле, с пушкой. Потому что... Хотя... Они за пушкой были или нет? Просто у них же щит, бронещит стоит у пушки. То есть... Ну, я там два выстрела сделал, все, уже все там померли. Тоже как-то... Что, мне еще здесь надо разведывать, да? У меня людей-то не остается. Хотя, если у меня есть бронебик... Славно поработали, парни! Деревня уже близко! Ну, тут еще враг есть. Надеюсь, лейтенанту Бэлоку повезло больше, чем мне сегодня. Давай-давай, стреляем! Ну, в смысле? Вы что, ребята, пушку уничтожьте! Танк... Трак! Трак побежден! Наконец-то! Три танка, блин, сейчас бы могли, на самом деле, даже корпус пробить. Чисто в теории такое... такое могло случиться. А че ты? Отключи мне подсветку-то. А кто там у нас вообще? Че там в деревне-то? Тут, смотри, гаубица у нас. Да? Это гаубица? Да, смотри, гаубица. Тут у нас гаубица. Тут у нас истребитель танков Хеллкат. Так, пулемётики. Ну, численность слабая. Сейчас, наверное, оборона будет жёсткая, скорее всего. Ну, я так подозреваю. Было бы странно, если была не оборона. Просто с такими силами наступать, куда наступать? Вот у нас тут пару человек. Истребитель танков. Ну, на меня, значит, танки пойдут 100%. А это 44-й год, между прочим. А 44-й год, танки-то ни хера, там не ПЗ-2. Добро пожаловать в Куассон, лейтенант, сэр. Классо. Мне доложили, что этим соединением руководит лейтенант Беллок. Где он, сержант? Убит Бошами, сэр. Теперь артиллеристами из Роты Эйч командую я, сэр. Моя фамилия Бишоп. Почему по радио молчите так долго, сержант? Единственная рабочая рация была повреждена пулей. Боши гонит нас уже двое суток. Хотел перебросить людей на другой берег, но дорога оказалась заминирована. А переправу прикрывали немцы. У них там противотанковые орудия в бакажах спрятаны. Сержант Бишоп, сэр. Крауты уже близко. Через пару минут будут здесь. Крауты? Кто такие? Боши, Бишоп, поговорим после. Моя задача вытащить ваши задницы отсюда. Как только фрицы ослабят натиск, отступаем на другой берег. Без геройства. Этого дерьма мне сегодня хватило. Понял вас, сэр. Постараюсь не подвести. Ты уж постарайся. Приказы хотя бы выполняй. Не то, что тут сержант. А то окажешься на его месте. Ой, ну все, мне дали все подчинение. Держать позицию деревни Куассон. Так, ладно, давайте, наверное, в следующей серии будем держать оборону, потому что... Потому что, во-первых, это не пять минут, во-вторых, в пылу жару, в пылу битвы, так сказать, останавливаться такой себе. Лучше мы начнем в следующей серии и прям нормально так подготовимся. Ну, попробуем, по крайней мере. Расставим все. И уже серию будем всю обороняться. Там нам эшелоны, скорее всего, дадут. Или мы отобороняемся, а потом скажут, так, приказу на наступать. И мне дадут эшелоны для наступления. Не знаю, как будет. Посмотрим. В любом случае, ребятки, подписывайтесь на канал. Я скоро, скоро я поправлюсь. У меня настала последняя фаза излечения, так сказать. Регенерация пошла уже, финальная стадия. Так что... Но финальная и достаточно жесткая. Потому что, вот, ну, вы видите, я кашляю стал... Я не знаю, слышно ли это, как бы, по звуку, но кашляй у меня более тяжелый. То есть, до этого я кашлял, но мог так, типа, раз, два, так и все, тихо. Или там сухой просто. Взял воздух, выпустил, да и сидишь дальше. А тут именно уже вот они более хриплые, они более тяжелые. Они вот, ну, такие неприятные. Вот, ну, соответственно, соответственно, извиняюсь, да. Подписываемся на канал, рассказываем друзьям, комментируем, ставим лайки, дизлайки. Я на комментарии обязательно всем отвечу. Все прочитаю. Ссылка в описании на поддержку канала, если есть желание. Проходи, буду рад любой монетке. Если что, жми колокольчик. Но не надо, если что, а просто жми, потому что иначе пропустишь все видосы. Все видосы, все, вообще все самое интересное пропустишь, а пропускать нежелательно. Соответственно, ребятки, добро пожаловать всем новым зрителям. Всем спасибо за вашу поддержку, активность и увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok